Как всегда, новый день встречаем вместе с программой Утренний Фрэш. Я, Александр Лупиненко, расскажу о некоторых актуальных культурных событиях Гомеля и познакомлю с другими интересными новостями. Традиционно немного о погоде. Сегодня на территории Гомельской области будет небольшая облачность, осадков не прогнозируется. Столбики термометров поднимутся до 34 градусов тепла, ветер северо-восточного направления скоростью до 6 метров в секунду. Задолго до появления людей на нашей планете жили динозавры. Они властвовали почти 150 миллионов лет. А сегодня мы встречаем этих животных в кино и мультфильмах, компьютерных играх и книгах. Наверняка в детстве многие из нас мечтали увидеть своими глазами этих доисторических монстров. И вот теперь у гомельчан есть возможность осуществить детские фантазии и перенестись на миллионы лет назад. В интерактивной экспозиции на открытой площадке перед зданием Зимнего сада стоит 12 фигур динозавров. Они моргают, двигаются, дышат и даже рычат. Так что спешите окунуться в этот загадочный и таинственный мир. Искусство. Традиционное и современное. Цикл лекций под таким названием организуют во дворце Румянцевых и Паскевичей. Это совместное мероприятие дворца и творческой мастерской «Воздух». Проект создан для знакомства посетителей с диалектикой мирового и традиционного в истории визуальных искусств. 12 июня речь пойдет о традиционной живописи и скульптуре в современном искусстве. Традиционным жанрам и сюжетам в современном искусстве посвятят встречу 19 июня. Примеры новых прочтений классики, которые позволяют по-другому взглянуть на музейное пространство, обсудят 26 июня на лекции «Современное искусство и классический музей». Для искусства характерно стремление к новому через переосмысление старого, поэтому оно развивается, отрицая традиционные базовые устои. Подробно участники встреч поговорят на эту тему 3 июля. Молодежный театр предлагает гомельчанам рок-комедию «Фанатки». Это спектакль о молодых для молодых и их родителей. Он рассказывает об актуальной проблеме – желании надевать маски, прячась от действительности. Мир, созданный в постановке, отражает вполне реальное фанатичное отношение людей к себе, своим близким и обществу. Почему и зачем человек создает себе кумира? Как оставаться собой в обществе, где постоянно нужно оправдывать чьи-то ожидания? Как сохранить свою искренность? Ответы именно на эти вопросы и будет искать главная героиня этого спектакля. А в картинной галерее Ващенко можно познакомиться с новым художественным проектом. Называется он «Время перемен. Включение». Он организован совместно со школой Игоря Ягодкина «Ключ». Новый арт-проект реализуют в формате конкурса, участники которого могут ярче представить свои выставки. На выставке работает более 200 работ, созданных за минувшие два года. Гости галереи смогут отметить понравившиеся, проголосовав за них. Вкладом в творческий процесс проекта станет участие буквально каждого посетителя. К слову, голосование также предоставляет право на участие в розыгрыше призов, который состоится в начале июля. Сериал «Оса. Особая следственная аналитика». Это остросюжетный сериал от создателей знаменитого следа. Он рассказывает еще об одной специальной группе, которая расследует необычные преступления. Эксперты «Осы» берутся за дело, когда кажется, что преступники не оставили за собой и следа, а традиционные следственные методы только тянут время. «Оса» создана именно для таких случаев. В каждой серии эксперты распутывают преступления, показывая зрителям всю цепочку своих действий. Включайте наш телеканал в 18 часов 25 минут. По вечерам в нашем эфире программа «Добрый вечер, Гомель». Это рассказ о ярких событиях из жизни Гомеля и Гомельской области. Разговор на актуальные темы с интересными гостями в нашей студии. Сегодня вечером смотрите новый выпуск. Включайте телеканал «Беларусь4» в 20.25. Не упустите уникальную возможность приятно провести всей семьей вечер у телеэкрана. Сегодня вечером в эфире телеканала «Беларусь4 Гомель» фильм «Список контактов». Главные герои картины Джонатан не чувствует, что живет. У него нет девушки, нет семьи, нет друзей. Им движет только карьера. Однажды, засидевшись в офисе, он знакомится с харизматичным и бойким молодым адвокатом. Они быстро находят общий язык и оказываются в ночном клубе, где Джонатана знакомят с женщиной, о которой он и не смел мечтать. Так у него появляется все то, чего ему так не хватало. Но вдруг становится понятно, что адвокат далеко не безгрешен, и его вмешательство в судьбу Джонатана не бескорыстно. О том, каким было развитие событий, смотрите сразу после программы «Добрый вечер. Гомель» в 21.30. Телеканал «Беларусь-4. Гомель» предлагает зрителям сериал «Принцесса. Цирка». В провинциальных городок приезжает цирк, и внутри этого маленького мира кипят нешуточные страсти. Завоевать сердце виртуозные гимнастки решили братья-близнецы. В первом из них девушка увидела мужчину своей мечты и ответила ему взаимностью. Но неожиданно работа вынудила его согласиться на долгую и дальнюю командировку. А в это время его брат-близнец решает не терять времени. Смотрите продолжение этой интриги в нашем эфире завтра в 16.50. Завтра в вечернем эфире «Беларусь-4. Гомель» фильм под названием «Побеждая время». Действия развиваются в Новом Орлеане в августе 2005 года. Смертоносный ураган Катрина сметает все на своем пути, а молодой отец изо всех сил старается добраться до своей новорожденной дочери. Включайте наш телеканал завтра в 18 часов 25 минут. Также завтра в 21.55 телеканал «Беларусь-4. Гомель» предложит посмотреть фильм на грани. Бывший полицейский, обвиняемый в преступлении, которого он якобы не совершал, собирается покончить жизнь самоубийством. Он намеревается сброситься с крыши одного из отелей на Манхэттене. С ним в переговоры вступает психолог полиции. Напряжение возрастает с каждой минутой. На площадь стягиваются наряды специальных подразделений. Собралась толпа зевак. А в это время на месте происшествия прямо под носом у полиции совершается ограбление века. Неизвестные похищают уникальный бриллиант. Пять туров, пятерка игроков в каждой из двух команд и харизматичный ведущий. Каждую неделю команды школьников из Гомельской области борются за победу в викторине «Эрудит пятерка». Ведущий Леонид Климович готовит для команд множество занимательных вопросов. Участники игры проявляют свои лучшие качества, умение грамотно распределять силы и строить выигрышную стратегию. Интрига держит зрителей и болельщиков в приятном напряжении по воскресеньям в 12 часов 15 минут. Классный час. Детская опознавательная программа на телеканале «Беларусь-4». Это первая передача в региональном эфире, созданная профессионалами и детьми для детей. Все о жизни, увлечениях и учебе в школе глазами подростков. Включайте телеканал «Беларусь-4» в воскресенье в 12.40. В воскресенье вечером в нашем эфире можно будет посмотреть семейную комедию «Месть пушистых». Амбициозный бизнесмен Дэн Сандерс приступает к осуществлению грандиозного проекта. Он хочет разбить город прямо посреди орегонской пустыни. Покой и красота этих мест нарушается шумом экскаваторов и грузовиков. Но не тут-то было. На защиту природы встают животные. Пушистые, зубастые и когтистые. И месть их не знает пощады. Включайте телеканал «Беларусь-4» в воскресенье, 14 июня, в 18 часов 10 минут. Ну а по понедельникам в нашем эфире на важные вопросы жизни региона отвечают участники интерактивной программы «Диалог». Это руководители управления и комитетов Гомельского облсполкома, предприятий и организаций. Открытый разговор помогает решить волнующие проблемы. Включайте телеканал «Беларусь-4 Гомель» в понедельник в 19.20. Номер телефона прямого эфира 340043. Новый день с вами встречали. Утренний фреш и я, Александр Лупининко. Сегодня пятница, впереди выходные. Желаю вам продуктивного рабочего дня и хорошего настроения. До встречи на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова